Возрождение ДНД по всей стране только начинается, но вот для Сочи и Краснодарского края в целом эта система не нова. В роли членов добровольных дружин горожане не первый год. Правда, участвовать в патрулировании улиц они могли только вместе с казаками или полицейскими. Теперь же, когда закон о ДНД стал федеральным, полномочия у добровольных дружинников расширятся. У граждан, участвующих в охране общественного порядка, появятся и свои удостоверения, и даже своя форма. Также предусмотрены поощрения и льготы. Охрана общественного порядка, наше спокойствие, наших детей, наших жителей, это, в первую очередь, надо начинать с самих себя. Поэтому большую помощь в этом отношении мы должны оказать сотрудникам правоохранительных органов. Поэтому я настоятельно обращаюсь ко всем жителям, оказать посильную помощь в освещении охраны общественного порядка. Это наш долг, наша гражданская позиция. Народный дружинник Валентина Александровна в ДНД состоит уже несколько лет. Общественница полностью поддерживает правительство страны и считает, что с принятием федерального закона работа добровольца выйдет на совершенно новый уровень. Для того, чтобы был порядок, надо, чтобы люди, жильцы домов, микрорайонов выходили и как бы смотрели за порядком, чтобы меньше было нарушений. Это надо обязательно. И должны мы, каждый, осознавать, что это надо делать в абсолютно порядке. Новый федеральный закон номер 44 об участии граждан в охране общественного порядка вступает в силу уже 2 июля. Помощь подоспела вовремя, отмечают и сами полицейские. Впереди разгар летнего сезона, за время которого город планирует принять порядка 5 миллионов курортников. Игорь Кырпа, Инга Габешия, Борис Осин, телекомпания ФКТ.